Бронхиальная астма Существует острая необходимость разработки способа более достоверной диагностики астмы на ранних этапах. Облегчить диагностику и начать вовремя лечение недуга смог научный сотрудник Казанского федерального университета Булат Ибрагимов, который разработал способ определения болезни с помощью ПЦР-теста. Существует острая проблема диагностирования атопической бронхиальной астмы. У нее есть много разновидностей. У нее есть как средняя, тяжелая, легкая степень тяжести. Есть такие понятия, как иммноглоболимозависимые, иммноглоболимозависимые. Но дифференциацию и определение заболевания, точнее формы заболевания, уходит многое количество времени. В связи с чем стоит острая необходимость в ранней диагностике. Такая диагностика ранее была невозможной из-за недостатка знаний механизмов LC3, ассоциированного фагоцитоза, одного из видов программируемой клеточной гибели, которая в том числе изучается в научно-исследовательской лаборатории иммунопатологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Существует такая проблема, как поздняя диагностика атопической бронхиальной астмы. Это обусловлено тем, что для постановления правильного диагноза нужно выждать стадию обострения, то есть определить, какая конкретно степень тяжести у больного и подобрать правильное лечение. Но тем не менее, врачи иногда ставят пациенту среднюю тяжесть заболевания, а у него на самом деле в этот момент уже тяжелая. И тем самым принимают не те препараты, которые стоило бы принимать, и тем самым утягощая болезнь. То есть, к примеру, средняя была у него, и мы поставили другую форму, и она уже обострилась до тяжелой. Проект был представлен в рамках программы «Умник», проводимой Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В направлении ААШ-4 победу и одержал младший научный сотрудник кафедры биохимии, биотехнологии, фармакологии, Института фундаментальной медицины и биологии Булат Ибрагимов. Работа также была оценена грантом в размере 500 тысяч рублей. В программе «Умник» участвует очень много студентов, аспирантов, молодых ученых, но тем не менее, их работы имеют очень большой задел, но у них есть, как скажем, недоработки в плане коммерциализуемости. То есть, многие научные работы имеют научный задел, но также упущен факт, что нужно это правильно коммерциализовать. Все эти инновации создают надежду на более эффективную и точную диагностику и лечение бронхиальной астмы. Технологии будущего позволяют индивидуализировать подход каждому пациенту и обеспечить максимальный контроль над заболеванием. Такое развитие медицины открывает двери для создания новых лекарств и методов лечения, а также повышает качество жизни миллионов.